В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ И я ее ведущий Сергей Волков Гость нашей сегодняшней программы Заслуженный тренер России Главный тренер сборной команды Самарской области под дзюдо Сергей Герасимов Сергей Герасимов Заслуженный тренер России под дзюдо Родился 20 июня 1967 года в Бугульме Закончил 10 классов Куйбышевской средней школы номер 1 Занимался дзюдо Выполнил норматив кандидата в мастера спорта Преподавательской деятельностью начал заниматься с 1987 года После службы в армии Работал тренером в Дюшор-14 Педагогическое образование получил в 2007 году Закончив факультет физ. воспитания по Волжской социально-гуманитарной академии Основатель борцовской школы Олимп на Сухой Самарке За четверть века подготовил одного заслуженного И восемь мастеров спорта международного класса подзюдо Среди них трое участников Олимпийских игр Анна Сараева, Наталья Кондратьева, Ирина Заблудина Его воспитанницы Наталья Писарева, Ирина Заблудина и Анастасия Павленко Становились победительницами мировых первенств Неоднократно признавался лучшим тренером Самарской области по итогам спортивного года Награжден золотым орденом Петра Великого Самое удивительное в том, что вот специально готовясь к этой передаче Я пересмотрел все сайты, касающиеся дзюдо России И с удивлением обнаружил, что о тренере, заслуженном тренером России Сергея Герасимова Очень мало написано Несмотря на то, что ты входишь в когорту лучших отечественных тренеров дзюдо Современных тренеров России и тем более нашей губернии И вот на одном сайте я прочитал, что ты обладатель шестого дана Мне вот, честно говоря, терзает сомнение Шестой дан – это что? Карате, ушу, дзюдо или что-то еще другое? Шестой дан, он отражает уровень Но это дзюдо все-таки, да? Да, это дзюдо во всех единоборствах Это поезд какой? Извиняю Черный, синий, зеленый Это красно-белый Красно-белый То есть ты обладатель красно-белого Да, но у нас не принято до такой степени Ну это круто Сколько всего? Десять, по-моему Во всяком случае, когда шестой дан вручали чемпиону мира косород Это показывали по телевизору, по центральному Ну то есть вы, я так понимаю, вместе и пришли, собственно, и начали заниматься дзюдо, да? Нет, он пораньше пришел, на два года старше меня Он пришел раньше, он занимался у Вячеслава Викторовича Я записался к воспитаннику Вячеслава Викторовича, Виктору Лобанову Виктор Дмитриевич Лобанов, это мой учитель с первого дня моего Ты занимался в этом зале? Нет, этот зал мы строили, мы этот зал носили носилками земли до фундамента Но вот когда его запустили, я как раз на этом месте, я закончил свое выступление тогда То есть ты настоящий динамовец? Ну, динамовец меня не назвать, мы были в школе при динамовце Самарец? Да, Дюж-14, это была школа, как подшефная динамовца Мы занимались в одном зале, это на Куйбышево Вот рядом с Куйбышевым 42, это клуб Дзержинского У нас там был зал большой Кстати, там все, там и Бекташ вырос И Юра Кругов, вот вся эта горда людей А как появилась вообще идея создать свой вот центр борьбы, Олимп И почему на Сухой Самарке? Ну, в Сухой Самарке я родился, вырос Все мне там как-то родное, знакомое То есть ты представитель Куйбышевского района? Куйбышевского района, да И тренером, честно говоря, я стал случайно, наверное Потому что было такое время, когда это, ну, непрестижно очень было тренером работать Очень мало зарабатывали И наши тренера, даже я видел, когда они работали грузчиками где-то по ночам Подрабатывали, какие-то хлеб разгружали, там, какой-то бряники И мы в силу своей детской, там, вот такой, наверное, жестокости Мы посмеивались над ними, вон они грузчики Мы даже не понимали, что надо Крыши крылья Да, крыши крылья Крыши крылья, ну, как рубероидом Лето, все летние каникулы, коровники строили Библиотеку как раз, вот, по-моему, где Новосадово Тут библиотека, кстати, большая Или Карл Маркс, от улицы Областная, да Вот ее как раз Виктор Дмитриевич, мой тренер Крышевал, скажем так Крыши крылья С такими же тренерами, энтузиастами, молодыми, как он сам Вот, а я не думал, что я буду работать с тренером Но тогда был закон о тунеядстве, во-первых Бизнесом заниматься не получалось Надо было или работать на заводе Или где-то На Сухой Самарке вы жили в поселке Волгортанкер Все мальчишки мечтали, там, быть капитанами Я не знаю, моряками Ходить на судах Река-море, там, это все было почетно Я мечтал тоже Как бы, я вот, по сути, по своей Гуманитарии так, мне больше нравилось Не точные науки, а что-нибудь Там, история, география, литература У меня хорошие оценки были При даже том, что По остальным очень слабо я учился Вот А шестой дан ты когда выполнил? Шестой дан, это мне по результатам Выступления моих спортсменов Моего присутствия в спорте Развития в спорте За то, что, как бы я развивался А, то есть, как почетные награды? Нет, не почетные награды Это отражало уровень На тот момент, это был 2004 год Нужно было работать около 20 лет тренером Там есть нормативы Должны были быть олимпийцы Должны были быть воспитники Несколько воспитников, там, участников Чемпионатов мира Призеров Европы Это все складывалось в сумму И присваивался дан Кажему, свой Мне повезло, что шестой дан Потому что это, ну, на самом деле, почетно И он у меня стоит рядом со мной Всегда в рамочке Я больше ничего не храню Так как именно вот этот шестой дан Это действительно Это высокая награда в мире дзюдо Твой путь на тренерское поприще Он когда состоялся? После того, как ты завершил уже выступление Активным в спорте? Да, я завершил Пришлось, как бы, трезво решение принять Потому что очень много было тогда Ты был уже мастером спорта Я не знаю, какой тебе звали Не, я не успел даже выполнить мастера Я был кандидат в мастера спорта Вот-вот-вот-вот-вот-вот уже Как бы не так просто было в то время Когда Перенц в области у нас проходило по детям Было 75 человек в весе Для того, чтобы дальше участвовать Где-то в течение года Надо было обязательно выиграть Это Перенц в области И потом доказывать? А там были, например, в весовой категории Иногда был призер Перенц в СССР Там Корякин, предположим, с Металлурга Был победитель Перенц в СССР Эдик Кузнецов И выиграть в такой компании было не так просто И очень много было просто середнячков Которые пахали тогда как сумасшедшие Из зала буквально нас выгоняли Швабра, эта женщина Выключала свет и в темноте нас оттуда гнала А мы пытались у них за спиной Что-то проникнуть По канату залезть Там еще лишний раз У нас до драки это было Все, договорились Одержимые были одержимые Одержимые, одержимые как сумасшедшие были А вы тренировались только вот здесь В спортзале Динамо или Вот в том Динамо, который мы называем Старое Динамо Это на Пионерской На Пионерской То есть это там, где на улице Там тоже большой зал, да Большой зал, там малый зал ОФП Большой зал, он как игровой Там два татами Там все соревнования проходили Как бы детство все там прошло Вот в этот зал не успел я просто Ну и в итоге ты решил стать тренером В итоге повернулось так Что побудило вообще? Кто дал толчок может быть? Побудило, я пришел из армии Мне пришлось послужить полтора года На полную катушку Каких войсках, если не секрет? Ну как все динамовцы во внутреннем Да Что-то охраняли? Как Андрей Китонов Нам где-то немного повезло Мы попали в спецназ каким-то образом И у нас более так элитно было Мы на какие-то учения выезжали И навыки пригодились опять же, да? Мне не пришлось, например, на вышке стоять Там что-то охранять Потому что это на самом деле очень тоскливо Это где-то в степи Андрей Китонов прошел через это А потом все-таки сумел вернуться в футбол А когда я вернулся из армии Здесь так повернулось Очень много было введено Но много нормативов Это не мастер спорта Ты автоматически свободен Чтобы выполнить мастера спорта Но это было запредельно Запредельно Это как, наверное, сейчас выгодно Чемпионат России как минимум И я понял, что при том режиме В котором я тренируюсь Мне как бы не достичь ничего Слава Богу, я смог принять решение Вовремя и закончить спорт Хотя я был одержим в этом плане Нужно было выбирать род деятельности Тренером, конечно, я еще раз повторюсь Была неуважаемая профессия Ну, в обществе, скажем так У обывателей Если сказать где-то что-то тренеру Там мы могли просто посмеяться Даже необычные люди Все пытались что-то заработать И я тоже начал пытаться зарабатывать Но как бы здесь вопрос стал Что за 30 дней надо устраиваться на работу Приехал наряд милиции Сказал, Сережа, надо работать И тут повезло мне И ты бросил рыбалку Которая на Сухой Самарке Очень, скажем, вещь полезная Совершенно случайно Зашла Светлана Павловна У нас она, директор Директор подросткового клуба Вот у нас там работали Лобанова Тренера работал Воспитанник Вячеслава Викторовича Работал Юра Полиханов Победитель первенства СССР Они работали тренерами Кто-то из них уволился Ушел в город работать У меня освободилось место И нужно было обязательно заполнить Вот она мне сказала Сережа, давай так Три раза в неделю По полтора часа И у тебя есть трудовая книжка Как это не цинично, конечно, звучит Вот ради этого мне пришлось Пойти работать с тренером А потом Те дети, которые ко мне пришли Так они серьезно относились к спорту Что мне стало просто Ну неудобно как-то отбывать номер Я сказал так С сегодняшнего дня Тренируюсь пять раз в неделю Потом я сказал два раза в день Потом появились успехи Они начали выиграть турниры Очень серьезные детские турниры С лучшей техникой даже Получали призы Ну, как говорится, вот я здесь Можно говорить о том, что Сергей Герасимов Это тренер новой формации Который подхватил Вашу чемпионскую эстафету Ну, наверное, можно Ну, новая формация Наверное, немножко это Нового поколения, наверное, скажем так Вот, а так методика В принципе, как бы Базовые основы тренировки Они, как говорится Как были, так они и есть Но его Как бы он творчески подходит К этому Потом, значит У него Серьезные нагрузки девчонки испытывают Фанатки Заряженные это делают И он сам тоже Фанат этого дела Чем вы можете объяснить, что Вот Последние четыре Олимпийских четырехлетия И В трех из них Он подготовил участников Олимпийских игр В чем секрет? Ну, секрет я уже сказал Секрет это Труд Его и спортсменок Умение индивидуально Поработать с спортсменками Умение настроить на результат Это очень важно Когда спортсмен Ему ставишь планку Он к ней стремится Многие тренеры Эту планку не ставят И человек, как бы Вроде перспективный вначале А потом он как-то Его эта вот Текучка, скажем так Съедает И он уже не растет А когда тебе в голову Пришла идея Создать свой Борцовский клуб Олимпий Ну, свой самок Ну, у меня есть Стремление к самостоятельности Всегда было У меня без отца вырос И всегда мне Приходилось самому Что-то доказывать Самому зарабатывать Хоть мне помогали, конечно Там и мама помогала И старшая сестра Но приходилось самому Все делать И когда я столкнулся Сорганизованный Скажем так Такой организации Со своими порядками Совсем Они меня не все устраивали Они везде помещались Там В их нейрам Там нужно было Обязательно передавать Своих спортсменов Куда-то дальше Более опытным тренерам Нужно еще что-то было Я хотел сам Своими руками Сделать Я это видел Я смотрел Видеозаписи Я смотрел Олимпийские игры Ну, условно говоря Ты хотел Из гадкого утенка Взяв его И научив До самого начала Довести до Олимпийского чемпиона Но трех участников Олимпийских игр Что само по себе Уже вызывает уважение И это запредельная Вообще Мечта многих тренеров Многих специалистов А ты вот Каждое практически Четырехлетие Выдаешь на гора Одного олимпийца Выдаешь Сараеву Анну Сараеву Ирину Заблодину Наталью Кондратьеву Наталью Кондратьеву И так далее Вот выдаешь и выдаешь Вот в чем секрет Скажем Ну если скажем так Я конечно недоволен Как бы я хотел медалей И я имел право Иметь эти медали Ну не я Мои спортсмены В первую очередь Конечно Вот Но как сказал Очень человек образованный Знакомый Говорит Сережа Чего ты хочешь Говорит Ты с такой базы начал И то что ты сейчас С себя представляешь Это космос конечно Потому что Изначально С чего ты начинал Этого не могло вообще быть С этой позиции Да Можно рассматривать Мои результаты Как запредельно Конечно Я уже Общаюсь в мире спорта Общаюсь с теми же Французами Японцами У меня очень много знакомых Мне бывает неудобно Мы когда садимся Где-нибудь там В Париже На чемпионате Европы Выпить там Стаканчик чая Там или еще что-то И мы начинаем общаться У них уже по два Патриалипи Чемпиона А у меня их нет Ни одного Даже медалиста То есть ты хочешь сказать Что самое главное Нужно На начальном этапе Иметь какой-то трамплин Если этот трамплин Уже большой То дальше Можно уже Как бы двигаться И не терять времени А тебе пришлось Вот эту вот Руду Вынимать И уже Доводить И наверное Уже там Может быть Уже и сила кончается Уже Довел до олимпийской сборной А там уже и сила кончается Нет там не сила кончается В принципе С трамплином Нам во-первых Не повезло Конечно То что В том зале В котором мы начинали Мы сейчас и продолжаем В нем Его залом назвать Это в принципе коридор По размерам Это соответствует коридору Хорошему А вот мне рассказывали О том что Раньше там гараж какой-то Помещался в Лога Танкера Какие-то мастерские Я даже не знаю Или котельные Или что-то такое То есть вы переоборудовали Переоборудовали Мастерские Склад Да мы это все Переоборудовали Это было единственное здание Которое можно было Вообще единственное Но и сейчас Единственное Которое оно применимо Хоть как-то вот К спорту Но тем не менее У нас оттуда выходили У нас шесть финалистов Первенство мира по юниорам Это Первенство мира по юниорам Выиграть это не так просто Когда там 40 человек Весит У девочек Весь мир Вся Азия И уже есть Чемпионы Европы по взрослым Бывают Встречаются Там и чемпионы мира По взрослым Встречаются И выиграть Первенство мира Непросто У нас шесть финалистов Так что если посчитать Сейчас КПД тренерского труда В борцовском клубе Олимпт Сухой Самарки То получается так Что у вас Наивысший Наверное Коэффициент балл То есть Несмотря на все Сложности Трудности Вы сумели Показать результат Достойный Мирового уровня И только Приходится сожалеть О том Что жалко Что хотя бы Хотя бы Вот такого нет Хотя бы Как борцовский Зал Динамо Который тоже Не соответствует Уже никаким Современным Требрами Да Тоже не соответствует Были предложения Перебраться Из Самары Условно говоря Во Францию Я не буду говорить Тюмень Телябинск Ну да Туда у нас двери Всегда открыты В лучшие центры Потому что Да Нас пытались Забрать в Сибирь Например Как целый вид спорта Сразу Вот например Меня забирает Моих спортсменок Люди получают То есть прям Весь куст собрали Да И получают сразу Посадили вагон И И получают Они женское дзюдо Да Сразу Ну за рубеж Когда на начальном этапе Это было Когда мне было там 25-30 лет Тогда такая Международная политика Была Интересовали очень Самбисты За границей Сейчас они сами Встали на ноги Очень много От нас взяли И когда борются Французы Я смотрю Там ну видно Это наши самбисты Туда очень много Внесли Бельгийцы Немцы Даже японцы Прямое попадание На олимпиаду Вдруг Осталась За бортом И в последний момент Уже вскочила Так сказать На подошку Олимпийского Курьерского поезда Который отбывал В Бразилии Вызвали ее Вот Расскажи пожалуйста Эту историю В штабе В тренерском Обязательно есть Ну это может быть Не хорошо озвучивать Но есть слабые Очень специалисты Которым определенные Участки работы В сборной По подготовке К участникам Олимпиады доверяют Вот если у нее В Лондоне У Ирины Должна была быть Бронзовая медаль Это уже как гарантированно Потому что Это 4 года назад Олимпиаде Две встречи У нее всего нужно было провести Со спортсменками Которых она просто С детей Наверное С 50 схваток 50 выигрывала чисто И вот как бы Умудрились ее Правильно вывести ее На схватку Полностью не готовой То что осталось Без медали Она тогда Просто в моем понятии Медаль украли Тогда просто А ты не был в Лондоне Ну мы решили Мое совместное решение Принять Чтобы я не поехал Чтобы не нервировать Тренерский штаб Потому что Почему-то они когда видят Специалиста Они считают Что он нам Обязательно помешает Ну может доля правда есть Но я не знаю Вот И мы решили Хотя с другой С другой стороны А как бы спортсмен Наоборот Чувствую себя увереннее Если личный тренер Находится рядом И который может подсказать Они меня просят Поехать Девчонки сейчас В Хорватию летали Молодежь Просили с ними Слетать Но есть ситуация Когда действительно Я просто помешаю Потому что Начнутся нервы Со стороны тренерского штаба Начнутся недопонимания Тогда медали Они просто Грубо говоря Украли у меня Сейчас За год до Олимпиады У Ирины Была уже путевка Единственная в команде Была путевка Гарантированная Но для этого Нужно было На плаву держаться Элементарно Предположим Когда оставалось Всего три турнира Последних Перед Олимпиадой В Рио Нужно было Просто три турнира Последних Съездить заключительно Просто встать на весы Взвеситься И не обязательно Аж выигрывать Нужно было Приняли решение Такое Что она пойет Только на один из турниров Причем на заключитель Когда уже Исправить ничего Нельзя было Ирина вела встречу Оставалось 20 секунд Получила дисквалификацию Запрещенное действие Такое Случайно совершенно В принципе И полячка Откуда это она взялась Которая у меня Юниорки прибивают Из команды Полячка не просто Она если хотя бы Второй стала Ничего бы не изменился Расклад Она умудрилась Выиграть этот Турнир большой Гран-при И Ирину отодвинули На две позиции вниз Она выпала Из рейтинга И взяли другую Нет Как бы Осталось Три месяца до Олимпиады Можно было предполагать Различные варианты Что кто-то заболеет Кто-то не поедет Кто-то там с допингом Плюс у нас Травматичный Очень вид спорта Если кто-то Выпадает из рейтинга Дальше двигается Снизу Там всего два человека Перед ней было Они приняли решение Отпустили ее домой Три месяца Она перед Олимпиадой Занималась фитнесом Буквально фитнес Ездила на Вакуэбыш Куда-то на фитнес Помогала мне тренировать Помогала мне тренировать детей Набрала 5 килограмм Ходила на рыбалку Да, на рыбалку Она, кстати, порыбачила Два спиннинга Бинокль Я не знаю, что Рассматривать Бинокль не может Вот она катером управляет Великолепно И вдруг И вдруг нам звонят 12 часов ночи Что послезавтра Взвешивание Из Москвы Или уже из Рио То ли с Португалии Они звонили То ли из Рио Звонили Уже я, честно говоря Подрастерялся немного Потому что Просто до Рио Долететь За полтора дня Не совсем реально Это надо Долететь до Москвы Потом надо Долететь до Парижа Потом надо Десять часов лететь там Вышла Бог все-таки Какую-то послал удачу Новозеландку Какую-то левую Совершенно ей прислал Но она была В таком состоянии Что даже с этой Левой Новозеландкой Она ничего сделать не смогла Ну не готова была просто Да, хотя Неморально Неморально И не физически Которых девочек Там прям Португалка стала Третьей Монтеро Она с ней Ну не проигрывала Ни разу Не помню Когда она проигрывала Второй раз Мы получили Вот этот урок Кто больше расстроился Ты или она Ну я думаю Что спортсмен Расстраивается Больше всего Как-то он больше Всех и хочет Я не думаю Что можно дойти До Олимпийских игр Если человек Не очень хочет А тренер Тащит за уши Который хочет больше Больше всего Конечно хочет Ребенок Потом его родители Потом само собой Наверное тренер Вот Но Здесь как бы Единственное Что и сгладило Вот это все Проигрыш Все то что Ну само участие Это было как Медаль уже Ну вот ошиблись С Анной Сараевой Все дни Значит не получилось Потом Был Заблуденная Ирина Была И Кондратева 2012 год Сразу Две Самарские дедаистки Твои воспитанницы Значит пробились Это уже Показатель того Что Ну Школа-то работает И школа работает По высшему разряду И здесь Здесь тоже Опять Получился Облом Ну Здесь какое-то У нас Недопонимание Все-таки Идет С руководством Сборной Как-то не могут Они распределить Что должен делать Личный тренер Что должен быть Они делать Амбиции Видимо где-то Все люди Амбициозные В том числе И я конечно Это само собой И где-то Амбиции Они над Разумом Все равно Ирина Заблудина Уже возрастная Спортсменка Уже около 30 лет Наталья Кондратева Возрастная Около 30 лет Если не 30 30 В следующие Четырех лет Они что Они способны Выдержать Еще один Олимпийский цикл Ну притом О чем вы разговаривали После вот Рио С девчонками После Рио Наталья Кондратева Сказала Тренер Я хочу бороться Еще цикл Мне нужна медаль Потому что В принципе У ней все есть У ней прекрасная дочь У нее Все как бы Личная жизнь в порядке У нее У Ирина Заблудина Примерно такая же картина Единственная Что она не замужем Конечно сейчас пока Потому что 300 дней в году На сборах Не предполагает Такого-то Знакомства Замужества Вот Они хотят Хотят бороться Сейчас мы прооперировали Ирину Заблудину Плечо Не сложная операция Где она успела Получить травму После Рио Ну 12 лет Практически Они вот эти Микротравмы Они Раз за разом Раз за разом Потому что Когда вскрыли плечо Доктор там говорит Нам вообще Не пойми Чего Президент федерации Иван Матын Конечно Очень помогает нам Все что нужно было От него Он все выполнил Помогали нам Еще люди Но в первую очередь Конечно Иван Матын Ну а чем Сейчас удержать Ребята Я понимаю Приезжают купцы Из других регионов Предлагают Красивые Пряники Чем Как удержать Перспективную Молодежь В первую очередь Конечно Ну и старичков Не буду врать Как бы У нас Получается так Что на отношениях Мы держимся Вот эти люди Которые у меня остались У меня очень много людей Ушло У меня наверное За последние пять лет Ушло где-то 15 Членов сборной Призеров Европы По юниорам Они чего-то добились Туда куда ушли Бывает Вот сейчас мы боремся На чемпионате России Бывает что все финалы Практически состоят Из бывших там Самарских людей Кубок России Полностью финала Из наших самарских людей За нами доедает Я думаю Пирог Больше полстраны Доедают за нами Фантастика И когда у нас люди Уезжают в какой-то регион Другой А люди не готовы На таком уровне работать Они говорят Да не трогайте их Они пять лет еще будут бороться Даже тренироваться не будут До такой степени Иногда люди готовность имеют Фантастика Вот Но Удержать Вот остались только те У кого Такие у нас отношения Родственные Скажем так Давай вспомним еще одного Участника Олимпиады в Рио Нашего олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева На которого мы делали Ставку И в общем-то Мечтали о том Чтобы конечно Он стал двукратным Олимпийским чемпионом Но не сложилось Не сложилось На твой взгляд Почему? Ну во-первых Я в прекрасных отношениях С Тагиром И с его отцом Камалом В хороших отношениях Он периодически советовал Со мной Потому что Николай Федорович Имеет огромный опыт Но я ездил Больше тогда Я больше видел По стране По миру Камал подходил Ко мне отец И он единственный Верил Что Тагир станет Олимпийским чемпионом Тогда Он не просто Мечтал об этом Он знал Что так будет Я всегда удивлялся Думал Как у нас Больших предпосылок Не было Как-то Тагированный Чемпионат России Третьим был Чемпионат Европы Довадцать трех Третьим был Вот И потом случилось То, что случилось Тагир стал Чемпионом Европы Чемпионом мира Олимпийских игр Следующий цикл Как бы у нас Тренерский штаб Страны Вот он не смог Распорядиться Тем, что он ним Дано было Его неправильно Вели в Олимпиаде Ему давали не те турниры На которых он должен бороться Ему давали не те турниры Это можно не то Что это я так считаю Можно проанализировать Взять сетку Где участвовали Шестерка с этой Олимпиады Где они участвовали И где участвовал Тагир Уже тогда было понятно Два года назад Было понятно Николая Федоровича И как бы Специалистам более-менее Которые Не тем путем Как бы его ведут Потому что В очень комфортные условия Пытались загнать Невозможно Это чемпион Если ты пропускаешь Парижский турнир Если ты пропускаешь Турнир в Японии То есть сильнейшие Сильнейшие турниры Да, где люди растут Именно Не просто они там Выхолачиваются Выплескиваются И показывают Или не показывают Результаты Они именно там Развиваются И растут Тагир оказался Не готов Он был не готов Главным стартом Четырехлетия И в связи с этим Вот твое предположение Как ты думаешь Что он останется В спорте Или он сейчас Займется бизнесом Политикой Уйдет из спорта Сказать сложно Здесь Вот например Если И по моим девочкам Тот же пример На вопрос В том же ракурсе Да Тагир был не готов Или мои спортсменки Были не готовы Не потому что Они плохие Спортсмены Потому что Они ленивые А потому что Они Так сложились обстоятельства Нет Они обязаны Выполнять то Тагир выполнял До буквы На то что ему Говорил тренерский штаб Кондратьева Заблуден Делали только то Что им говорили За этим очень следили Там невозможно Шаг вправо Шаг влево сделать Вот из этих ребят Ты Я обращаюсь к тебе Уже как Главному тренеру Сборной области Под дзюдо Вот из этих ребят Молодой поросли Кто может В это В новой Олимпийской Четырехлетии Условно претендовать Или в будущем Претендовать Я не знаю На Олимпиаду Двадцать четвертого Года Есть у нас Ток подходит Эстафета Вот и Наших дзюдоисток И Тагирах И Булаева Ну если по девушкам Вернуться То уже подхватили Скажем флаг Упасть не дали У нас Павленко Сорок восемь килограмм Девочка Молодежь уступает Персидская Мария Которая призерка Европы По юниорам Молодежи И она там Стала за малым Она выигрывала Чемпионат не так давно Все три чемпионата Последних выиграли Наши самародские спортсмены Три-четыре года подряд Вот Сорок восемь там Все в порядке Пятьдесят семь Даша Межевская Очень хорошая Конкин Анастасия Это воспитанница Анна Сараевой Это среди девушек Среди ребят Среди ребят Там немного сложнее Ситуация Там не все получается У нас так как Хотелось бы организоваться Именно организации Нам пока не хватает У ребят Если они смогут Организоваться Талантливые ребята У нас есть Вот в этой связи Появление На спортивной Карте Губернии Центра спортивной Подготовки Сборной команды Самарской области Придаст новый импульс Развития Дзюдо В частности Вообще Как бы в моем понятии Мы давно мечтали об этом Не просто мы Вот сейчас констатируем Что это хорошо Или нехорошо То что мы мечтали об этом Потому что Каждая такая область Каждый регион Который цивилизованный Имеет высокую цивилизацию У них у всех есть Эти сопы Давно Будем пока называть Сопом для сокращения И я так думаю Что это последний штрих Которого нам не хватало Потому что Когда у нас Спортсмен Олимпийц Не был обеспечен до конца Потому что В рамках ШВСМ Его было Ну невозможно Дать больше Потому что Есть нормативы И директор При всем желании И министр При всем желании Просто не могут дать больше Потому что Есть определенные нормативы То вот Соп он как раз Расширяет Вот эти границы Уже может Это и финансирование Материальная база И поездки И так далее Человек может Во-первых Уже Ну получать Ровно столько Сколько надо В принципе Чтобы быть Олимпийским чемпионом Чтобы зарабатывать Достойно Быть Иметь экипировку Самого высокого класса А не просто Там Которая досталась Там На торгах И то Что вот этот центр Это конечно Будет последним штрихом Я думаю Вот Которого нам не доставало Мы вот отставали от всего Вот эти смешные Какие-то их Не были ставки По 5000 рублей Это было просто смешно Хоть ты олимпийский чемпион Хоть ты там Призер России по детям 5000 рублей В общем крыша Теперь Как твоим Педагогам Бывшим Не придется Не надо Теперь ты можешь Уже спокойно Зарабатывать Нормальные деньги Нормальные наковыли Вот это Последнее как бы Ограничение у нас Снято вот этим Центром Это Не просто шаг вперед Это шаг в цивилизацию Конечно Так и должно быть Ну сколько по времени Определил ты себе Временные какие-то рамки Сколько тебе еще Надо лет Чтобы все-таки Ну я так думаю Наверное Достичь максимума Подготовить все-таки Олимпийского чемпиона Меня конечно Здесь немного Это Из колеи выбил Николай Федорович Потому что я как-то Петров Ты хотел был первым Нет Просто то что он В 75 лет подготовил Олимпийского чемпиона Своего Я думаю Неужели мне придется Доказывать Доказывать все равно В конце концов В 75 или 80 Придется все равно Достали от жилья Потому что Я мог бы сказать В 60 лет Все хватит Например Или в 50 Хватит А теперь как бы Тут Немного обрубили В конце В плане Отступать некуда Придется тоже Пырять Наверное Как Николай Федорович До 75 До 80 Я не знаю До скакина Пока не получаю Олимпийского чемпиона Ну что ж Пусть он будет Для тебя маяком В нашем Самарском Российском дзюдо И мы желаем тебе Чтобы все-таки Твоя тренерская мечта Наверное все-таки сбылась Готовить участников Олимпийских игр Хорошо Но хотелось бы Очень медаль Нет Медаль Только медаль Это цель Это не мечта Это цель Вы видели фильм Гений дзюдо Известный Японского режиссера Акира Курасавы Мы надеемся Что через 4 года В японском городе Токио Где состоятся Очередные летние Олимпийские игры Мы увидим Самарских дзюдоистов Гениев дзюдо